Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодняшняя тема моего доклада будет посвящена комбинированному подходу в лечении плоскокачественного рака головы и шеи. Эта работа представляется работой большого коллектива наших сотрудников Института онкологии. И совместная работа, они представлены ниже. Ну, я постараюсь рассказать о том, как мы работаем с нашими пациентами, каким образом и какие возможности у нас существуют на сегодняшний день. Плоскоклеточный рак – это очень серьезное заболевание, плоскоклеточный рак головы и шеи, которое чаще всего эти пациенты обращаются к нам уже с запущенными стадиями. Это третья-четвертая стадия. К сожалению, несмотря на то, что у пациенты имеют на лице эти образования и связанные с дыханием и с питанием, все равно пациенты подходят к нам уже когда третья-четвертая стадия, и достаточно сложно этим пациентам помочь. Ну и у этих пациентов высокая частота осложнений и летальных исходов. Если рассматривать эпидемиологическое мировое исследование, которое было оценено с 90-х годов по 2015 год, было оценено несколько локализаций, это множество локализаций, 32 локализации, в том числе были оценены рак губы и полость рта, это опухоли головы и шеи. Ну и на сегодняшний день мы можем представлять, насколько это тема актуальная для нас. Это из 17 тысяч случаев рака, 17 миллионов случаев рака, 410 локала губы и полость рта. Ну и чаще всего это болеют этим заболеванием мужчины, нежели женщины. По локализации, они могут, у нас локализация на самом деле опухоли головы и шеи, казалось бы, это локализация одна, две, ну три. На самом деле это достаточно много, очень мелкие структуры, они очень серьезные, подход к ним различный и спорный во многих вопросах, потому что несмотря на то, что существуют стандартные способы лечения и подходов к лечению данных пациентов, данной категории пациентов, все-таки различные организации, различные учреждения выбирают тот или иной метод лечения, зависимый от своих возможностей. Но вот хотелось бы показать о том, что по распределению реже всего это рак губы. И самое интересное, что и мужчины, и женщины достаточно одинаково часто болеют этим заболеванием. И еще глубже рассмотрев, это уже совсем мелкие структуры, если рассматривать там уже саму гортань, разделенная на несколько частей, даже и здесь указывается и грушевидный синус. Если рассматривать эти структуры, то самое частое это гортань. Гортань, которой чаще всего болеют мужчины, 26% и 13% женщин. Если говорить о слюных железах, чаще всего болеют женщины, но это 9% и 5% мужчин. Самое сложное и частое на сегодняшний день, то, что мы встречаем, раньше это была редкая достаточная локализация, это грушевидный синус, который на сегодняшний день мы встречаем достаточно часто. Также появилось очень частое обращение пациентов с плоскоклеточным раком шейного отдела пищевода. По северо-западному федеральному округу составляет 3,75% наших пациентов в причинах смертности доля различных локализаций, в том числе и головы шеи, которые составляют 3,75%. Это глотка, соответственно, полость рта и губа. И на самом деле, к сожалению, это те пациенты, которые обращаются достаточно поздно. В ранних стадиях можно очень даже хорошо помочь, но, к сожалению, мы работаем с тем, что имеем, те данные, которые мы имеем. По ряду авторов, также по ряду авторов наших, уже российских, всероссийских авторов, также губа, опхоль губы это 4,7%, полость рта она достаточно больше, ну и глотка составляет почти 40% по пациентам, у которых впервые был установлен данный диагноз. Как уже рассказала Анна Сергеевна, на самом деле, действительно, чаще всего это практически 90% заболеваемости именно по дифференцировке опухоли в ткани, это плоскоклеточная карцинома, ну и другие опухоли составляют до 10%. Ну и о чем я говорила сегодня с самого начала, о том, что пациенты распространенные, и местно распространенные составляют 10% при первичном обращении к врачу, это уже имеющие и отдаленные метастазирования, это достаточно грустно, потому что пациенты приходят с выраженным запахом, отсутствием возможности питания, дыхания, уже с установленной трахеостомой, на вопрос о чем и почему это происходит, такой вот как бы полноценный ответ ни разу не был на самом деле получен. Ну и две трети пациентов по данным также исследований, это пациенты, которые составляют третью-четвертую стадию, к сожалению. Ну и достаточно интересно и очень подробно рассказала Анна Сергеевна о том, что является теологией из-за этого заболевания и вирусная природа, это облучение, различные виды, это химические воздействия, предраковые состояния, ну и, конечно, это основное, это также являются вредные привычки. Диагностически пациентам мы, конечно, стараемся установить стадию до начала вообще любого лечения, потому как это является определяющим в тактике и возможностью дальнейшего планирования этого пациента, потому что при обращении эти пациенты проживают с нами практически год, больше года, и нам необходимо обязательно планировать, что же мы будем делать с данной категорией пациентов в будущем, иметь какие-то резервы при отсутствии ответа на базисную платиновую содержащую терапию, либо отсутствие эффекта на лучевую терапию, в зависимости от этого мы, конечно, должны планировать, и мы составляем определенный план обследования, он достаточно большой, но это делается обязательно, с последующей оценкой эффекта обязательно. Ну и анализируя все, все невозможно, конечно, анализируя основные данные, которые представлены, и Русско, и НССН, различных наших коллег, сообществ, которые, в общем-то, склоняются к одному и тому же, и, по сути, все эти рекомендации, они действительно очень похожи. Основной этап – это определение резектабельности опухоли. На этом этапе, конечно, определенную роль играет хирург, в зависимости от того, резектабельна опухоль или нет, решается вопрос о возможности хирургического вмешательства. Если же не резектабельная опухоль, и пациент переходит в категорию химиотерапия, лучевая терапия, ну и в дальнейшем это хирургическое лечение возможно. Конечно, все зависит от гистологических находок, о том, о чем говорила Анна Сергеевна, и мы понимаем, что даже при видении пациента клинически, мы понимаем, что при получении ответа мы можем поменять тактику ведения данного пациента. И в арсенале нашего лечения данной категории пациентов достаточно небольшой арсенал препаратов. Самое основное, это, конечно, платина. Платина, 5-туророцил, десетоксил, карбоплатин, поклитоксил. Ну и, в общем-то, и все, можно так сказать, потому как у нас один таргетный препарат, основной, который у нас есть, и мы очень рады ему, это ацетоксимаб, но, к сожалению, не всегда его можно получить для лечения. И два препарата, которых тоже хотелось бы сказать, это два препарата, заслуживающих всеобщего внимания, потому что на сегодняшний день они пополнили арсенал наших возможностей, и неволубаб и пемпрализумаб, которые являются на сегодняшний день относительно новыми, ну и уже мы получаем определенные результаты лечения у той категории пациентов, которые достаточно сложно лечить, которые являются резистентными к платине и токсичность непереносима. Но, в общем-то, можно сказать, что нам пополнили арсенал данными препаратами. Ну и о чем я говорила, о том, что НССН, они схожи по рекомендациям, которые существуют и русско, и рекомендации наших коллег, других сообществ, онкологических сообществ. И хотелось бы сказать, что основной это является то, что опухоль является при, неважно, Т1 или Т2, опухоль является резектабельной или нерезектабельной. И, соответственно, мы видим по схеме о том, что в настоящее время мы также выполняем относительно НССН биопсию сигнальных лимфатических узлов. Ну и относительно находок постгистологических, после исследования гистологического получения, мы решаем вопрос о том, что при наличии позитивных выполняется диссекция лимфатических узлов, шейная диссекция имеется в виду, либо при позитивных решается вопрос фулапов, то есть о наблюдении пациента, либо это лучевая терапия, все зависит от того, поражены ли лимфоузлы, не поражены ли лимфоузлы, размеры, и, в общем-то, определяющим является гистологическое заключение. Ну и, соответственно, при Т3 стадии мы видим, что Т4, мы видим, соответственно, такую похожую картину, основополагающим является хирургический метод лечения. Ну, если пациент неоперабельно, возможно его переведение в клинические исследования, где он может быть включен в исследование по различным новым препаратам для того, чтобы помочь этому пациенту каким-то образом получить какой-то эффект. Ну и, конечно же, как видите, комбинированный подход, он и в первой, и во второй схеме, он обязательно важен, потому что без комбинированного подхода мы не получим желаемого результата лечения. Ну и, на самом деле, те препараты, о которых я уже говорила, они также представлены сисьены, которых не очень-то много, на самом деле, но они достаточно эффективны при данной локализации. Хотела бы сказать о хирургическом лечении. На самом деле, я хирург, и, в общем-то, мне, конечно, ближе хирургическое лечение, но с учетом того, что в нашем отделении проводится лечение и хирургическое, и химиотерапевтическое, и также лучевое лечение, мы очень тесно работаем в тандеме с химиотерапевтами и радиологами. Но хирургическое, конечно, определяющим является то, что мы можем выполнять различного рода хирургические вмешательства. Доводить пациента, приводить, начинать пациента лечить на самом этапе начальном, так и можем выполнять какие-то реабилитационные оперативные вмешательства. Ну и дальше, что у нас пополнилось, это криодеструкция опухоли, о которой мы можем говорить бесконечно, что нужно или не нужно, но на самом деле у нас уже есть результаты, которые могут указывать на то, что это достойное место уже заняла эта методика, которую тоже мы внедряем успешно в нашем институте. Лазерное сечение также имеет свои возможности, с учетом того, что появился и СО2-лазер, возможности выполнения доскопических резекций. Ну и основное – это лимфоденоктомия шина при распространении процесса, либо это доэтапа выполнения биопсии сигнальных лимфатических узлов. Ну и на этом слайде я хотела показать о том, что команда специалистов, которая работает, она большая на самом деле. Нельзя забывать о том, что до того, пока мы видим и начинаем лечить пациента, нам необходимо решить вопрос о том, как пациент будет у нас переносить это лечение. Нельзя оставлять пациента с намеком на средорозное дыхание, авось пройдет, авось поможет и получится. Так нельзя оставлять пациента, потому что мы потом сталкиваемся с тем, что пациент начинает задыхаться, выполнить архиостомию, достаточно проблематично на ожогах. И если пациент недостаточно питается, необходимо решить сразу вопрос о гастростоме. Тем более, что у нас есть такие возможности, что установка гастростомы гастростомоэндоскопическим контролем. Это достаточно легко решаемая проблема, она существует. Возможность такая выполнения достаточно быстро. Эти пациенты потом, после того, как восстанавливается питание через рот, очень просто удаляется данное устройство, и пациенты питаются без дополнительного хирургического вмешательства. Обязательно нужно за этим смотреть. Ну и вот команда специалистов, о которых я говорю, в основном понимаете, это радиолог, хирург, химиотерапевт, это три специальности, которые являются основными и которые являются определяющими дальнейшую тактику. То есть они головные специалисты, которые далее уже решают вопросы. Понятно, что у нас такой объем недостаточен просто специалиста по речи, фониатора какого-то, недостаточен объем у нас, если будет только стоматолог или решение вопроса о специалисту боли, у нас каждый день в отделении работает психолог для того, чтобы помочь данной категории пациентов, потому что очень серьезная проблема существует с нашими пациентами в плане психологической, оказания психологической помощи, потому что при депрессивном состоянии мы можем получить очень негативный ответ на лечение, они могут закончить и суицидом, то есть обязательно нужно это прослеживать и на это обращать огромное внимание. То есть у нас специалист боли и психолог, это два человека, два специалиста, которые постоянно работают у нас в отделении. Если говорить о комбинации, очень важно, чтобы комбинация лучевой терапии с химиотерапией, ну и в частности это с плотином, потому как он является основной базисной терапией, можно сказать, что у нас пациенты получают очень большую травму. Травму имеется в виду и психологическую, и физическую, потому что начинаются проблемы сотрадать срезистые и кожные покровы, и мы получаем осложнения, которые, к сожалению, приводят на каком-то этапе к прерыванию лечения, что совершенно, ну, в общем-то, недопустимо и очень нежелательно. Соответственно, несколько планов химио-лучевой терапии, которые могут помогать, но эти планы, они, конечно, стандартные планы лечения, и если смотреть по осложнениям, естественно, это первое, это когда применение только таргетного препарата, здесь, естественно, будет меньше, конечно, осложнений, и до 90% пациентов получат желаемое лечение без незапланированных перерывов. Ну и платина, это до 70%, и карбоплатин, который с 5-фтурацилом, добавляется 5-фтурацил, который также приносит осложнения, до 65% пациентов могут получить лечение без перерывов. Осложнения, которые мы получаем, они, конечно, страшные. На самом деле, вот вы видите сейчас пациентов, которые у нас на слайде представлены, это наши пациенты, это не то, что мы сейчас увидели и начали лечить. Это пациенты, которые получают лечение профилактическое вот этих вот осложнений, обработка, и сейчас вот коллеги у меня, присутствующие здесь со мной рядом, и химиотерапевт-радиологи, понимают, о чем я сейчас говорю, потому что это достаточно сложно, мы вместе боремся с этим, и это осложнение, которое очень трудно лечить, если не начинать с профилактики. То есть обработка, мы работаем, мы приглашаем людей, мы приглашаем специалистов, обязательно в помощь, и проводится как инфузионная терапия, так и местная терапия, ну и, в общем-то, мы справляемся вместе, то есть всей командой. Ну и хотелось бы представить клинические случаи, которые у нас были пролечены пациенты, пациент 48 лет, с распространенным процессом гортани, с поражением лимфатического узла, шея слева, категорически отказался от хирургического вмешательства на этапе лечения первичного, ну и мы, в общем-то, взяли его на, с Михаилом Арковичем, и с химиотерапевтами, на лечение химиолучевое на отделение, достаточно сложное лечение прошло, но трахиостома здесь не понадобилась, пациенту проведено лечение, как видите, на первых двух слайдах есть первичный очаг и метастатическое поражение, ну и вот через год, как вы видите, без хирургического лечения на фоне химиолучевой терапии мы получили эффект. Сейчас у пациента уже жив без признаков рецидива 4 года. Это достаточно большой срок, он обращается и к нам постоянно, звонит, он из другого региона, мы с ним общаемся, у него все хорошо, без отдаленных метастазов. Вот такая вот опухоль, которая представлена достаточно больших размеров, но как видите, что помогло без трахиостома, потому что просвет свободный, но при всем этом отек, который возникает, все зависит еще от характера пациента. Если пациент готов лечиться и уверен, что будет все хорошо, так оно и будет. Ну и хотелось бы о носоглотке сказать несколько слов о том, что очень сложно этих пациентов лечить, потому что мы получаем кровотечение на назначение химиопрепаратов. Это достаточно сложная категория пациентов, их никто не любит, потому что эти пациенты начинают кровить, останавливается химиотерапия, начинают облучать, прекращается лучевая терапия, они начинают прогрессировать, потом мы назначаем вторую линию, то есть это замкнутый круг, невозможно выполнить какое-то лечение, пока мы не решим вопрос с кровотечением. Оперировать таких пациентов не оперируют носоглотку, она высокочувствительна с химио-лучевой терапией. Соответственно, вот такой вот алгоритм, который мы внедрили вместе с институтом Поленова, выполняется химиоболизация сосудов опухоли. Это позволяет нам решить вопрос на первом этапе без перевязки наружно-сонных артерий и хирургического вмешательства выполнить лечение. Как видите, это первичное. И вот после химиоболизации пациенту 19 лет, молодой человек, у которого без признаков прогрессирования вот такой вот был получен эффект. Лучевая терапия у нас обычно мы проводим на первичной очаге, но это, естественно, зависит от самого пациента, а стандартно это, как представлено на слайде, на 40 грех мы обязательно смотрим эффект от проведенного лечения и решаем коллегиально и наконсилиями, что делать с этим пациентом дальше. Пациент 47 лет, у которого плоскоклеточный рак, вы видите, что этого пациента, конечно, как хирург, мы предложили бы хирургическое вмешательство, но с учетом того, что все-таки попытка выполнения химио-лучевой терапии, она позволила привести у пациента вот к такому результату. У пациента полтора года нет рецидива, ни отдаленного, ни местного, и мы получили хороший эффект от лечения. Боковая стенка, боковая поверхность языка у пациента 38 лет, у которого явилась опухоль, достаточно агрессивная, агрессивная мы уже поняли это после того, как мы стали его лечить, и как видите, у нас такой интервал достаточно большой, мы получили большое лечение, провели большое лечение, выполнили криодеструкцию, получили определенный результат, мы получили, значит, и прогрессию на этом же лечении, но добавив, поменяв, добавив цитуксимаб, тот же таргетный препарат, мы получили результат этого лечения достаточно хороший. То есть я показываю комбинацию препаратов и сам подход к лечению к этим пациентам. Понимаете, что это достаточно большой, и данный пациент, аналогичная история, рак языка, переходом на корень языка, дно полости рта, выполнено оперативное лечение, 5 лет, пациент после операции. Ну и хотелось бы отдать дань, конечно, радости, такой вот, что у нас появились два препарата, которые, в общем-то, пополнили нам возможности. И вот этот вот нитрофил, который представлен, который пожирает сибирскую язву, хотелось бы, конечно, чтобы вот так вот организм нашего человека, нас, в общем-то, боролся также с этими проблемами. Ну и о чем говорилось, симптоматическое лечение, я сказала уже ранее, что это очень важная, важная составляющая в лечении, о котором нельзя, в общем-то, забывать. Комбинированный подход к лечению. Это то, о чем говорили, и как видите, он достаточно большой, и эта категория пациентов, которых мы лечим, она, ну, на мой взгляд, она достаточно сложная, может быть, одна из самых сложных, потому что лечить их нужно не одному человеку в команде. Большое спасибо.